Сегодня вы услышите потрясающих историй, окутанных мистикой и загадочностью с ног до головы. Привет! Вы на канале НСК Шоу, и заранее хочу сказать, что я ни в коем случае не заявляю, что далее вами услышанное это стопроцентная правда. Скажу лишь одно. Это капец как увлекательно и залипательно. Обязательно оцените видео и не забудьте написать, что вы обо всем этом думаете. Но, полагаю, пора начинать. Загадочное исчезновение. Эта история произошла в Румынии и обсуждалась всеми местными СМИ. И все это выглядит довольно сюрреалистично и очень странно. 30 лет назад пропал мужчина по имени Василе Гаргош, которому тогда было 63 года. Гаргош был продавцом крупного рогатого скота и часто ездил на ярмарки в различные города Румынии, где вел переговоры о продаже животных. Он совершал такие поездки много раз и всегда возвращался к своей семье вовремя. Но в 1991 году Гаргош отправился в другую такую поездку. Он купил билет на поезд и сказал своей жене и детям, что вернется через несколько дней. Тогда они видели его в последний раз, поскольку он так и не вернулся домой. Семья сообщила о его исчезновении в полицию, но следственные мероприятия ни к чему не привели и в конце концов было заявлено, что скорее всего Василе Гаргош стал жертвой грабителей. В его деревне была проведена поминальная служба, а он считался погибшим. А теперь перенесемся на 30 лет вперед. В август 2021 года, тихим воскресным днем, неизвестный автомобиль внезапно остановился перед домом семьи Гаргош. И из него какие-то люди вытолкнули старика. Это был 93-летний Василе Гаргош, который был одет в ту же одежду, что и 30 лет назад. Машина немедленно уехала. К сожалению, несколько соседей, которые были свидетелями этой сцены, были слишком потрясены, чтобы вспомнить номер машины, да и вообще, как она выглядела и сколько там было людей. В любом случае, следует отметить, что Гаргош был единственным человеком, который вышел из этой машины. Когда члены семьи Гаргош вышли из дома и узнали пропавшего старика, они были в большом шоке от самого факта его внезапного появления и от того факта, что на нем была его старая одежда, в кармане которой они даже нашли его билет на поезд, который он купил 30 лет назад. Старик практически не узнавал членов своей семьи и, казалось, вообще ничего не помнил о том, где он пропадал все эти 30 лет. В то же время он выглядел очень ухоженным, был чист, не истощен. И вообще кажется, что все это время он был там, где о нем хорошо заботились. В дополнение к его билету на поезд, в карманах его одежды было найдено его старое удостоверение личности. Сам старик, когда его спросили журналисты и родственники, где он был все эти годы, сказал просто «Я был дома». Однако журналисты отмечают, что он помнит события, которые происходили до его исчезновения. Возможно, что кто-то забрал его из того места, где он прожил 30 лет. Затем отвез домой по адресу, указанному в свидетельстве. Но это всего лишь гипотеза. Тем временем семья Гаргос обращается к властям за помощью, чтобы раскрыть эту загадочную историю. Что прячут за стеной Австралии? Всем известно, что в Австралии есть забор, заходить за который строго запрещено. Однако на самом деле таких заборов там три. Но когда его построили, и что было до него, успел ли кто-то побывать на той стороне до его строительства? Оказывается, такие люди были. Более того, они до сих пор живут среди нас. И то, что они видели, ну никак не сходится с официальными версиями. Интернет пишет, что первый забор был построен в 1907 году. Однако многие говорят, что его строительство закончилось только в 1960. Гораздо позже появились следующие. Линия обороны от кроликов. Но сегодня в эти детали вдаваться не будем. Лучше послушаем историю одного мигранта, который побывал там очень и очень давно. Я хочу рассказать вам правду. Вам, конечно, все это покажется странным, но думаю, эту точку зрения будут разделять не все. Это было где-то в 1980-м. Мне тогда было 17. Тогда я со своим другом впервые решил устроить поход за забор. Мы не стали нанимать проводников, потому что они стоили очень дорого. Поэтому мы обошлись только покупкой маршрута. Для меня тогда это было чем-то невероятным. С самого детства я только и слышал о каком-то там заборе, за которым, как говорят, можно найти ответы на все вопросы. Юность. Все было интересно. Я мечтал стать исследователем. Первый раз мы прошли километров 10. Дошли до какого-то заброшенного города, которого, скажу вам, на картах не значилось. Мы бродили по нему в надежде, что найдем что-то, что окупит наш поход. Но все было безуспешно. Вокруг не было ни единой души. В какой-то момент мы заметили, что даже насекомых там не было. Представляете? Стало темнеть, и мы рванули домой, вернувшись только к ночи. По шапке мы тогда получили знатно. В следующий раз мы подготовились получше. Скопили денег на проводника. Родным сказали, что едем на экскурсию на 4 дня. Взяли мотоцикл. В этот раз с нами поехала девушка, у которой была своя карта. И на ней была огромная структура, подписанная как стена. Дня два мы ехали, и не происходило абсолютно ничего. Все самое интересное началось на третий день. Это было очень странно. Мой друг заметил, что солнце заходит на востоке. Мы подумали, что это было не наше светило. Оно было гораздо меньшего размера, и мы могли смотреть на него не щурясь. После трех дней пути мы добрались до той самой стены. Стены льда. Она была очень огромная. Но удивительно даже не это. Рядом с ней было очень тепло. И несмотря на плюсовую температуру, стена не таяла. Но это точно был лед, обжигающий чистый лед. К сожалению, исследовать стену нам было нечем. А еще одна странность. Стоило отколоть кусок, и он начинал таять в наших руках. Место оскола, оно зарастало. Словно заживающая рана, представляете? Я не знаю, это нам так повезло, или подобные тоннели расположены по всей стене. Но мы нашли проход на другую сторону. Сам тоннель был длиной примерно 2 километра. И когда мы зашли в тот мир, сразу появились насекомые и животные. И они были намного больше, чем в нашей фауне. Деревья, цветы, трава. Это все было другим. Мы разбили лагерь прямо в тоннеле. Остались там на одну ночь. И выходили оттуда, чтобы рассмотреть тамошние красоты. Насекомые постоянно липли. Но сам тоннель они не залетали. На утро мы решили вернуться домой. Но идею исследования этого мира я так и не бросил. В следующий раз я собирался отправиться за стену, когда мне было уже 29. Но к тому моменту охрана забора серьезно усилилась. И попасть на ту сторону старыми маршрутами уже не получалось. Наступил 2023, а я все еще не смог придумать способ, как туда пробраться. Необходим транспорт и провиант. Без этого поход закончится очень быстро. Все, чего я добился, это нашел таких же людей, которые успели побывать на той стороне забора. Мы вместе ломаем голову, ищем бреши. Но огромные штрафы отбивают у исследователей желание отправиться в это приключение. Загадочные контакты Грейнджера Тейлора Как вы знаете, есть много людей, которые жаждут установить прямой контакт с инопланетянами. Грейнджер Тейлор сделал еще один шаг вперед в этом желании. Он страстно желал стать инопланетянином. Что сделало его второстепенной легендарной фигурой в уфологических кругах, так это тут факт, что некоторые думают, что он, возможно, достиг своего желания. Тейлор жил со своей матерью и отчимом, Грейсом и Джимом Тейлорами, на ферме в Дункане, Британская Колумбия. Грейнджер всегда был чем-то вроде Вундеркинда. Его особый талант лежал в области механики. Казалось, не было ничего, чего он не мог бы построить или починить. Когда ему было 14, он с нуля построил одноцилиндровый автомобиль. Три года спустя он ремонтировал бульдозеры и локомотивы. В конце концов, он собрал свой собственный самолет. Он бросил школу в восьмом классе. Впоследствии работал у местного механика, но вскоре уволился с работы. После этого он вел полуотшельническую жизнь, видя свои собственные необычные сны. Вскоре эти сны сосредоточились на НЛО. Тейлор стал одержим изучением этой темы, страстно ища какой-нибудь ключ, который открыл бы тайну наблюдения инопланетян. И он даже построил свою собственную летающую тарелку. Он часами находился внутри хитроумного устройства, размышляя над вопросом о путешествии по галактике. Тейлор не сомневался, что внеземные посещения были реальными. Он просто не мог понять, как инопланетяне это делали. В 1980 году он сказал друзьям, что наконец-то находится на пути к успеху. Он признался, что однажды ночью, когда он лежал в своем самодельном НЛО, инопланетяне установили с ним телепатическую связь. Когда он спросил, как работают их космические корабли, все, что они сказали, было то, что это было магнитное поле. Однако, добавил он восторженно, эти космические гости пообещали забрать его на экскурсию по космосу с гидом. Они назначили ему определенный день и время, когда эта экскурсия должна была начаться. 28 ноября 1980 года он усадил своего отчима за стол для серьезного разговора. Он хотел, чтобы Джим знал, что тот был отличным родителем, и Грейнджер был ему за это благодарен. Его мать отдыхала на Гавайях, факт, о котором она позже очень сильно пожалеет. Затем молодой человек написал то, что составляло два завещания, называя себя только усопшим, а не умершим. На следующий день он написал записку для своих родителей, в которой говорилось, «Я ушел прогуляться на борту инопланетного космического корабля, поскольку повторяющиеся сны гарантировали 42-месячное межзвездное путешествие для исследования огромной вселенной, а затем возвращения. Я оставлю вам все свое имущество, поскольку оно мне больше не понадобится. Пожалуйста, используйте инструкцию в моем завещании в качестве руководства, чтобы помочь». На другой стороне записки была карта близлежащей горы Батерлоу, а затем 32-летний Грейнджер Тейлор вместе со своим грузовиком исчез. Вопрос о том, что с ним случилось, так и не был решен удовлетворительно. Через шесть лет после его исчезновения, несколько фрагментов человеческих костей и металлических обломков, предположительно обломков грузовика Грейнджера, были найдены разбросанными по участку примерно в 8 километрах от его дома. В то же время выяснилось, что некоторые взрывчатые вещества, которыми Грейнджер по закону владел, пропали. Присяжные сделали предположение, что эти фрагменты костей были всем, что осталось от пропавшего мужчины, и постановили, что он себя взорвал. Зачем он это сделал, никто сказать не мог. Как думаете, тайна более или менее раскрыта? Был ли этот эксцентричный гений просто помешанным на саморазрушении? В этом убеждены не все. Было отмечено, что эти крошечные останки никогда не были идентифицированы как принадлежащие Тейлору. Это всего лишь были предположения. Есть люди, которым нравится думать, что он все еще где-то там, где-то там во Вселенной. Так, например, думает Джим Тейлор. В газетной статье об этой загадке цитируются его слова о том, что он верит, что его пасынок добирается автостопом на космическом корабле. Бруно Борхес. Одним из самых резонансных исчезновений в последние годы стал случай, произошедший с Бруно Борхесом. 27 марта 2017 года 24-летний студент из Бразилии исчез из собственного дома. Его родители сразу же обратились в полицию, отметив, что в последние месяцы Бруно занимался неким секретным проектом, который изменит жизнь человечества к лучшему. Наверное, на исчезновение парня никто не обратил бы внимания, если бы не видео, которое было снято через несколько дней после происшествия. Оказалось, что Борхес убрал из своей комнаты всю мебель, а все стены исписал непонятными шифрами, символами и цитатами из Библии и работ Леонардо да Винчи. Кроме того, в комнате находились картины, на которых Бруно был изображен с инопланетянином. Бразилец также оставил 14 зашифрованных рукописей и статую Джордана Бруно, известного средневекового философа-пантеиста, который говорил о существовании внеземных цивилизаций. Исчезновение студента породило вокруг себя множество теорий. Множество шифров в рукописях, картины с инопланетянином и статуя Джордана Бруно наталкивали на мысль, что в исчезновении Борхеса есть след внеземных цивилизаций. Поиски студента не давали никаких результатов, и полиция решила привлечь Интерпол. Тем не менее, найти парня не удавалось. Он буквально провалился сквозь землю. 11 августа, спустя 5 месяцев после исчезновения, измученный и истощенный Бруно Борхес вернулся домой. В последующих интервью он говорил, что все это время искал правду жизни и надеялся исцелить больное общество. О том, где он провел столько времени и как умудрился избежать встречи с представителями полиции и Интерпола, парень молчит до сих пор. Все, кто следил за этой историей, пришли к выводу. Борхес определенно скрывает истинную причину своего исчезновения. Ведь слишком много в ней странных и загадочных совпадений. Макс Спирс 16 июля 2016 года был найден мертвым Максвилл Спирс, один из самых знаменитых уфологов и конспирологов 21 века. Британец на протяжении долгого времени изучал контакты людей с представителями внеземных цивилизаций и читал лекции о мировых заговорах и секретных правительственных проектах. За одну неделю до смерти Макс Спирс поехал в Польшу для проведения доклада о новых исследованиях в области НЛО. Из Варшавы он отправил своей матери сообщение. «Твой мальчик попал в беду. Если со мной что-то случится, начни расследование». Через несколько дней после приезда Макс скончался в квартире у своей варшавской знакомой. Польские знакомые Спирса говорили, что незадолго до смерти его рвало какой-то черной жидкостью. А вот по словам матери, Спирс был абсолютно здоровым человеком. Он не страдал никакими хроническими заболеваниями, а потому внезапная смерть вызвала слишком много сомнений у всех знакомых уфолога. Как ни странно, врачи не посчитали нужным проводить вскрытие, сказав лишь, что смерть наступила по естественным причинам. Семья исследователя настояла на проведении экспертизы. Однако причина гибели 39-летнего мужчины так и не была установлена. Многие сторонники Макса пришли к выводу, что его смерть – дело рук властей Британии. Возможно, уфолог зашел слишком далеко в своих расследованиях и мог придать огласке государственные тайны. Увы, ответ на этот вопрос мы с вами вряд ли когда-нибудь узнаем. Гуараф Тивари Летом 2016-го, при крайне загадочных обстоятельствах, скончался Гуараф Тивари. Этого человека было сложно назвать обычным уфологом. Он был настоящим охотником на все непознанное. На протяжении семи лет Тивари изучал паранормальные явления, занимался экстрасенсорикой и изгонял злых духов из домов. За помощью к нему обращались тысячи людей, среди которых были влиятельные бизнесмены и политические деятели. 7 июля из ванной послышались глухие звуки. Жена экстрасенса не смогла отпереть дверь, а потому вызвала службу спасения. К моменту прибытия спасателей, 32-летний медиум умер. Причиной смерти было установлено удушье. Кроме того, на шее экстрасенса была темная полоса. Но кто мог задушить Гуарафа в запертой изнутри ванной? Версию о суициде полиция отвергла практически сразу. Согласно свидетельствам знакомых погибшего, карьера Тивари шла вверх, да и в личной жизни у него не было никаких проблем. Кроме того, в ванной не было ни веревки, ни других предметов, которые можно было бы использовать для самоубийства. Незадолго до смерти экстрасенс признался жене, что его зовет к себе некая злая сила. Женщина, конечно, не придала этому особого значения. Семья Тивари вообще была скептически настроена к занятию мужа и считала, что он излишне мистифицирует обычную депрессию на фоне переутомления. Но кто же убил индийского экстрасенса и уфолога? Потусторонние силы? Представители внеземных цивилизаций? А может быть в его смерти и вовсе нет никакой мистики? Не забудьте написать свое мнение в комментариях под этим видео. Фредерик Валентич Крайне странный случай произошел с еще одним уфологом-энтузиастом. 9 июня 1978 молодой австралийский летчик Фредерик Валентич отправился из аэропорта Муррабин на остров Кинг. Согласно официальной версии, Валентич должен был взять пассажиров на острове и вернуться в Мельбурн. К слову, пилот перед вылетом сказал своим родным, что летит за грузом лангустов. В процессе перелета Валентич связался с диспетчером и сообщил о большом самолете, который летит рядом. По словам пилота, неизвестное судно повторяло все маневры Валентича, то приближаясь, то отдаляясь. Последние слова пилота гласили. «Этот странный самолет снова завис надо мной! Он висит! И это не самолет!» После этого сообщения последовал металлический шум и связь прервалась. Диспетчер сразу же поднял тревогу, однако найти судно так и не удалось. Поиски продолжались несколько месяцев, однако никаких следов самолета обнаружено не было. Он просто пропал. Кроме того, выяснилось, что на острове Валентичу не ждали ни пассажиры, ни груз. Все это происшествие заинтересовало австралийских уфологов. Исследователи смогли найти порядка 20 свидетелей, которые видели небольшой самолет и преследующий его объект. Этот объект излучал зеленый свет. Кроме того, были опубликованы фотографии Бассового пролива, сделанные за 20 минут до начала инцидента. На них виден странный объект, окруженный облаком пара или выхлопных газов. Многочисленные независимые экспертизы подтвердили, что объект, запечатленный на фото, двигался со скоростью не менее 320 км в час. Также следует отметить, что случай, произошедший с Фредериком Валентичем, по-своему уникален. Во-первых, обстоятельства исчезновения хорошо задокументированы. А во-вторых, именно с него начались разговоры о бассовом треугольнике, как об аномальной зоне. Что произошло с Фредериком Валентичем, неизвестно и сейчас. Кто-то говорит, что его похитили инопланетяне. Другие, что пилот-уфолог просто ловко инсценировал собственное исчезновение. Однако, если скептики правы, то как объяснить свидетельство людей и фотографии? Пропавшие космонавты. Как известно, большинство происшествий, связанных с запуском космических кораблей, на долгие годы остаются под грифом «секретно». Периодически в СМИ появляются сообщения о странных инцидентах в НАСА. Однако, официальных подтверждений никогда не следует. Хотя, с другой стороны, зачем влиятельной организации разглашать засекреченную информацию? Тем не менее, уже несколько десятков лет среди уфологов говорят о Джонни Смите, отправленном в космосе в 1973 году. Его корабль был замаскирован под спутник. Какие конкретно задачи должен был выполнить СМИТ в космосе, до сих пор остается загадкой. Возможно, в его обязанности входило уничтожение вражеских спутников-шпионов. А может быть и исследование орбиты на предмет неопознанных объектов. Так или иначе, спустя три дня полета, система маневрирования корабля дала сбой. И астронавт оказался в зоне действия радиационных поясов. Сотрудники НАСА пытались спасти Смита. Однако в эфире появился потусторонний шум. А после связь прервалась окончательно. Как выяснилось позже, излучение, которое было столь активным во время полета астронавта, вскоре заметно ослабело, а потом исчезло. Руководство НАСА решило не придавать огласке странное происшествие. Но тем не менее, информация все-таки просочилась в прессу. В дальнейшем о судне ходило множество слухов. Один из них, например, гласил, что корабль вернулся на орбиту в 2000 году с инопланетянином, замаскированным под Джона Смита. Судя по этой легенде, некто, находящийся в капсуле, был заморожен. Однако специалисты по криогенной медицине смогли вернуть Смита к жизни. При исследовании в госпитале врачи обнаружили ряд расхождений с медицинской картой астронавта. Например, у исследуемого пациента отсутствовали некоторые родинки, было смещено сердце и не было следов от перелома ребер, полученного еще в детстве. Кроме того, интеллект испытуемого был гораздо выше, чем до полета в космос. Конец этой легенды можно предугадать. Да, конечно, существо, выдающее себя за Джона Смита, таинственно исчезло. Верить этой истории или нет, решать только вам, Виллиан Тор. Ни для кого не секрет, что инопланетные создания по внешним признакам очень отличаются от людей. Но что если они умеют принимать внешность землян? И знаете, есть большая вероятность, что именно так поступил пришелец с Венеры, чье имя звучит как Виллиан Тор. Уфологи считают, что это было бессмертное существо, которое выступало командиром корабля Виктор-1. Впервые о Виллианте и его сотрудничестве с американским правительством стал говорить геолог Фил Шнайдер, который в 1995 году представил фотографию венерианца. Ученый говорил о том, что Тор выглядит как человек, однако физиологически очень сильно отличается от других людей. По разговорам он имел по шесть пальцев на руках, большое сердце, одно огромное легкое, а его кровь смешивалась с оксидом меди. А коэффициент интеллекта вообще не поддавался человеческому исчислению. Тор знал 100 языков и сам говорил о том, что ему 490 лет. К тому же он знал большинство секретов Соединенных Штатов Америки. Есть сведения, что между США и зелеными человечками была заключена, назовем ее так, сделка для контроля над человечеством. Кстати, Тора часто называли чужаком в Пентагоне. Но, впрочем, немногие верили в существование венерианца. Но ученые все же не исключают такой возможности и считают, что существа с Марса и Венеры вполне могли наполнить нашу Землю задолго до появления людей. Например, рисунки гуманоидов на древних фресках, а также останки первых людей. Все это вполне может подтверждать подобное предположение. Стоит еще отметить, что Фил Шнайдер странным образом внезапно ушел из жизни. Скорее всего, это произошло вследствие его знаний. Многие уверены, что Фил стал свидетелем НЛО. Странно, но ни один ученый не стал комментировать то, что житель Венеры смог выжить там, где и давление, и температура в несколько раз выше, чем на планете Земля. После его гибели другие ученые, которые изучали неопознанные летающие объекты и аномалии, продолжили эту тему. Фрэнк Стрэнджес даже выпустил книгу о Чужаке с Венеры. Но, тем не менее, точных доказательств о существовании Виллианта Тора нет. В мире есть множество различных историй о людях, по каким-то причинам потерявших память, и не помнящих, кем они были ранее. Мало того, восстановить свою личность в таком случае крайне сложно, и далеко не всем это удавалось. Но вот превзойти по запутанности и странности легенду о Чарльзе Джеймисоне не удалось никому. Странный пациент. В феврале 1945-го к аварийному входу бостонской больницы службы общественного здравоохранения США прибыла карета скорой помощи. Как оказалось, медики привезли мужчину лет 55-60, который был без сознания. Его состояние врачи сразу же оценили как очень тяжелое, поэтому дежурной медсестре даже не пришлось проводить все формальности. Когда она спросила, как зовут нового пациента, то водитель скорой помощи ответил «Чарльз Джеймисон». О пострадавшем этот водитель ничего не сказал, может быть не хотел или не знал. Затем он исчез вместе с машиной скорой помощи, и о нем больше никто никогда не слышал. Первое время врачи даже не понимали, сможет ли Джеймисон выжить. У него была диагностирована инфекция костного мозга, или, научными словами, острая стадия остеомиелита. На теле то и дело виднелись множественные язвы, а вот спина была покрыта чем-то похожим на шрапнельный ран. Врачи отчаянно боролись за жизнь больного, и уже через несколько недель лечения можно было сказать, что пациенту ничего не угрожает. Но несмотря на это, инфекция навсегда парализовала Джеймисона ниже пояса. К тому же он был не в состоянии разборчиво разговаривать, а его речь больше напоминала невнятную и почти нераспознаваемую детскую болтовню. Ко всему прочему, мужчина страдал полной амнезией. Он совершенно не знал, кем является, что с ним случилось, и почему он оказался в больнице. Установление личности. Почему-то власти были уверены, что с легкостью установят личность такого загадочного пациента. Ведь в любом случае должны были бы где-то быть сведения об этом человеке. Однако они ошиблись. Никакой информации о мужчине, поступившем в отделение больницы, не было. И все это лишь придавало таинственности всей этой ситуации. Ну а как же одежда? Возможно, на ней были какие-то познавательные знаки? Наверняка хотели бы вы возразить. Спешу вас уверить, на ней отсутствовали даже ярлыки или следы стирки. Мало того, за все время лечения ни одна живая душа не позвонила в медицинское учреждение, чтобы узнать о его самочувствии. Но самое интересное, запросы во все службы скорой помощи в Бостоне и его окрестностях показали, что ни одна из них не направляла машину в указанную ранее больницу именно в тот день. Престарелый мужчина имел уже сидеющие волосы и карий оттенок глаз. Его вес составлял около 90 килограмм. Рост приблизился к отметке 1,82 метра. Правая щека была помечена 5-сантиметровым шрамом. Руки полностью были забиты тату. Если коротко подвести итог этого описания, то внешность Джеймисона была очень примечательной. Но это никак не помогло в восстановлении его истинной личности. Первые версии. Татуировки, которые были нанесены на тело неизвестного, походили на смесь сердец и флагов. Причем одни из них были британскими, а другие американскими. Если рассматривать их детально, то некоторые были высечены в форме некоего свитка с небольшой надписью, которая расшифровывалась как «Военно-морской флот США». Из-за такой особенности специалисты даже стали думать, что Джеймисон является матросом военно-морской или торговой службы. К слову, данное предположение имело под собой некое подтверждение. Мужчина был привезен именно в бостонский госпиталь, который является специализированным центром для лечения моряков. Отталкиваясь от этих данных, сложилась версия, что Чарльз был на борту грузового судна в тот момент, когда оно было подвержено обстрелу и торпедированию немецкой подводной лодки. Правда, вот проверить эту гипотезу оказалось невозможно. Вскоре по отпечаткам пальцев безымянного ФБР и военные заявили, что такого человека никогда не было в рядах их спецслужб. Тогда фото Джеймисона отправили в каждое бюро, которое занималось розыском пропавших без вести людей. И как бы странно это сейчас не прозвучало, идея оказалась совершенно бесполезной. Да, в принципе, как и любые другие попытки установить его личность. Дальнейшее лечение. Что было с бедолагой дальше, спросите вы? Чего скрывать? Его история очень печальна. Джеймисон провел многие годы в полной тишине в своем старом инвалидном кресле. Даже простые звуки от него редко когда кто слышал. Да и вообще складывалось впечатление, что мужчина практически не реагировал на окружающий его мир. И надо признаться, это была достаточно устрашающая картина. Когда управление больницей перешло в руки Оливера Уильямса, новый директор всерьез заинтересовался необычным престарелым пациентом. Несмотря на все прежние попытки, руководитель отказался верить в то, что невозможно узнать, кто же этот человек на самом деле. Единственным верным способом для себя он выбрал общение с самим пациентом, как говорится, тет-а-тет. Для этого Уильямс даже разработал особую словесную игру, в ходе которой Джеймисону необходимо было выслушать вопрос или какую-то фразу, а затем рассказать, что это для него значит. Ну, рассказать, конечно, по мере способностей. Так, например, на вопрос о возрасте мужчина смог изъясниться, что ему исполнилось всего 49 лет, хотя выглядел он на все 70. Потом доктор спросил, какой возраст вашей супруги? Глаза Чарльза буквально на несколько секунд словно загорелись, однако после коротких раздумий он вздохнул и ответил, не знаю. Кстати, он прекрасно помнил Уильяма Гладстона и Бенджамина Дезраэля, государственных деятелей, хотя и рассказывал о них, словно они были живы до сих пор. Такой способ общения определенно давал шанс прогресса, правда, двигалось все невероятно медленно и затруднительно. И тем не менее Уильямс смог узнать, что перед ним англичанин, который служил в британском флоте. Только представьте, был даже такой момент, когда Джеймисон, разглядывая фото самых разных частей Англии, неожиданно для всех сказал, «Я из Лондона», а потом уточнил, что жил в большом доме серого цвета. Новые подробности. Спустя время пациенту удавалось вспомнить все больше и больше новых фактов про себя. Например, он был одинок, его бросили родители еще в младенчестве. И то, что когда ему исполнилось 13 лет, он ушел ходить по морю. Затем память выдала еще более интересные подробности. Например, учебу в артиллерийской школе в Осборне. Уильямс показал мужчине старый справочник под названием «Боевые корабли Джейна», где тот признал британский линкор Беллерафонт, который был спущен на воду в 1909 году и впоследствии участвовал в сражениях Первой мировой войны. С чувством неистовой гордости Джеймисон заявил, «Я на нем служил, когда он только появился». После вопроса о службе на военных кораблях пациент довольно неохотно сказал, что все они были строго засекреченными, поэтому он не имеет права что-либо говорить. Те несчастные капли из истории его карьеры доктор Уильямс перенаправил чиновникам военно-морского флота Британии. Казалось бы, разоблачение таинственной личности уже не за горами, но дело в том, что властям не удалось отыскать никаких записей о Чарльзе Джеймисоне, посещении артиллерийской школы или военной службе. Это был настоящий тупик. Странная путаница. По счастливой случайности вскоре появилась новая подсказка о загадочной личности. Доктор Уильямс сумел расшифровать значение татуировки на руке. Британский флаг, который был изображен над американским щитом, с девизом United. А вот вторая, которая виднелась на плече, обозначала английский клиппер Кутти Сарк, на котором он выходил в море. После официального запроса власти Лондона дали подтверждение о том, что такое парусное судно и правда существовало. Правда, оно вышло из строя уже более полувека назад. Странно. Возможно. Но то, что выяснилось дальше, было еще более удивительным. Как оказалось, имя Чарльз Джеймисон обнаружили в манифесте военно-транспортного корабля ВМС Америки, пришфортованного 9 февраля 1945 года в Бостоне. Случилось это всего за два дня до того момента, как мужчина был доставлен в больницу. Все данные были написаны вручную чернилами. Необъяснимая деталь документа, напечатанного на машинке. Он гласил, что 49-летний Чарльз долгое время находился в немецком лагере для военнопленных, а затем его отправили на родину в Бостон. Кстати, в манифесте также шла речь о том, что Джеймисон служил моряком на торпедированном корабле под названием Кутти Старк. Однако мы уже выяснили, что он не ходил в плаванье уже более 50 лет. Когда были подняты официальные записи, то выяснили, что человека, рожденного с таким именем в Бостоне между 1885 и 1905, не было. О таком человеке даже не слышал ни один из членов экипажа заявленного судна. И уж тем более, невозможно было понять, кто и зачем сделал такие рукописные записи о нем. Вся эта путаница и неразбериха сделала так называемого Чарльза Джеймисона самым странным человеком в истории, который лишился памяти. Последние попытки. Дальнейшее расследование привело к тому, что неопознанный пациент по описанию мог быть Джеймсом Дженнингсом, членом команды грузового корабля Хинему. Так сложилось, что сам пациент пару раз говорил об этом судне, упоминая про должность помощника капитана. И что самое странное, после опроса некоторых членов экипажа выяснилось, что никто из них не знает такого человека. Вскоре все же удалось установить, что Чарльз был рожден в 1908 году в Иллинойсе. Эти сведения были взяты из досье береговой охраны на моряков торгового флота. Но все дело в том, что больше никаких данных об этом человеке не было. Никто не мог понять, как вообще такое возможно. И, пожалуй, последней точкой в такой запутанной истории стал фрагмент из истории Джеймисона, который транслировали по национальному телевидению в 1956 году. Один зритель из Техаса подумал, что этот мужчина может быть его пропавшим тестем Фрэнком Хиггинсом, бывшим главным инженером торгового флота. Вот, собственно, и все. Больше никаких попыток установить личность этого загадочного человека принято не было. Его жизнь оборвалась в 1975 году в той самой больнице. И самое важное, он так и не вспомнил, кто он, откуда и как очутился в Бостоне. В связи с такой сложной, запутанной историей, на закате жизни мужчину даже начали называть живым неизвестным солдатом. История, которую вы сегодня услышите, покрыта настоящей пеленой таинственности. По сей день историки и специалисты по НЛО не могут спокойно спать, поскольку так и не получили ответы на интересующие их вопросы. Но, к счастью, многие факты из этой истории задокументировать все же удалось. Привет! Вы на канале NSK Show, поэтому приготовьтесь с головой погрузиться в увлекательную тайну девушки со шкатулкой. И еще, возможно, где-то на канале краткий пересказ этой истории вы найдете, наверное. Но вот так, чтобы этой истории был посвящен целый ролик, такого точно не было. Так что не бухтите. Загадочное судно. 22 февраля 1803 года в провинции Хитачи произошло одно очень удивительное событие. Дело в том, что местные рыбаки деревни Хараядория увидели в море дрейфующее судно. Внешний вид этой, так скажем, лодки был весьма необычен. Весел и парусов у нее не было. Чтобы поподробнее узнать о судне, рыбакам не оставалось ничего другого, как зацепить эту лодку веревками и отбуксировать ее к берегу. Осмотрев удивительную находку более детально, стало ясно, что ее высота составляла примерно 3 метра, а ширина 5,5. Что же касается формы судна, то оно больше было похоже на кохаку, японский традиционный сосуд для сжигания благовоний. Внешняя отделка судна была изготовлена из красного дерева, а понизу были пришиты бронзовые пластины. Также виднелись два прозрачных окна, которые надежно защищались металлической решеткой. Через них можно было даже рассмотреть внутреннее убранство судна, которое кто-то расписал странными буквами. По приказанию старосты ближайшей деревни, рыбаки эти буквы тщательно скопировали. Внезапно случилось то, чего не ожидал увидеть никто. Верхний люк лодки открылся, и оттуда вышла юная девушка невероятной красоты. Ей было не более 20 лет, она имела ярко-рыжие волосы и невероятно бледную кожу. Рост составлял не более полутора метров. Волосы этой незнакомки украшали заколки в виде длинных белых нитей, а вот надетое на ней платье было очень дорогим. Когда молодая особа заговорила с рыбаками, то никто не мог понять ее языка. И, кстати, в руках незнакомка крепко держала шкатулку кубической формы, сделанную из светлого металла. Самое интересное, девушка никому не позволяла даже пальцем дотронуться к этой коробке, хотя ее несколько раз об этом просили. Вот что говорил деревенский староста на сей счет. И эта юная особа, скорее всего, является какой-нибудь заморской принцессой, которая могла совершить преступление. Я осмелюсь предположить, что по законам своей страны она заслуживала смертной казни. Однако из-за ее красоты над ней сжалились, посадили в эту лодку и отправили в океан. Бороздить простор. Давайте не будем становиться соучастниками. Посадим ее обратно на судно и отправим. Ну а потом попросту забудем данную историю. Рыбаки согласились со всеми этими словами и так и сделали. Кстати, среди своего коллектива необычную лодку они назвали Уцура Буне, что в переводе означает «пустой корабль». Книжные истории. Нечто подобное было описано в книге Хёрю Кисю, что в переводе «Записки и истории о кораблекрушении» 1835 года. Также интересна книга «Умээночири» или «Сливовая пыль», которую написал Нагахаши Матадзиро в 1844 году. Согласно содержанию этих творений, в них описывался странный корабль, напоминающий больше горшок для варки риса, который прибило к берегу все в той же провинции Хитачи, только уже в местности Харасяхам. Авторы описывали, что у судна было четыре небольших окна, а его корпус обшит самым лучшим западным железом. По их словам, внутреннее убранство поражало не меньше внешнего. Повсюду были дорогие ковры из неизвестного материала, а стол ломился от количества свежей еды и питья. В книгах также говорилось, что единственной пассажиркой корабля была молодая девушка, необыкновенной красоты, которая говорила на непонятном языке и все время держала в руках небольшой ларец, при этом не позволяя никому его трогать. Рассказы про девушку, заточенную в лодку за какие-то реальные и мнимые проступки и отправленную по волнам на произвол судьбы, это достаточно распространенный сюжет. Даже Пушкин писал нечто подобное в своей сказке о царе Салтане. Кстати, в Японии тоже есть подобная легенда, которая относится к 7-му столетию нашей эры. Она была широко распространена среди клана Коона в провинции Ийо. Согласно ей, один рыбак Вакегорра с острова Гого обнаружил в водных просторах Уцуро Бунет. В нем была заключена 12-летняя девочка неземной красоты, которая призналась, что являлась дочерью китайского императора. По ее рассказам, злая мачеха так жестоко с ней поступила, не желая делить любовь своего правителя. Добрый рыбак назвал девочку Бакихиме, то есть принцесса Баке, и взял ее к себе домой. Когда девочка подросла, она вышла замуж за принца провинции Ийо и родила ему сына Ачимико, родоначальника клана Коону. Кстати, принцессу Баке до сих пор почитают в святилище Фунакоши на острове Гого. Впервые все эти истории детально проанализировал писатель из Японии по имени Кёкютей Бакин в 1844 году. Он сравнил тексты книг и определенно точно сказал, что все эти три рассказа невероятно схожи между собой, за исключением мелких деталей. Поэтому он считал, что история на самом деле правдива. Но вот кем по-настоящему была эта загадочная девушка? В 1793 году исследователь Канамори Кенкен, написавший книгу под названием «Мемуары о России», обнаружил описание костюмов и причесок русских женщин. Проанализировав все эти факты, он был уверен, что загадочная пассажирка лодки разговаривала именно на русском языке и была принцессой. Таинственная связь с НЛО. Кто-то из вас наверняка поглумится над незадачливым исследователем. Поскольку это уже был 1844 год, в то время в России, Европе, Америке шло активное строительство железнодорожных путей. Да что уж там, даже воздушные шары летали. Однако Япония тогда находилась в полнейшей самоизоляции, или, как сами японцы называли тот период, Сококу – страна на цепи. Тогдашнее правительство страны с целью удержать власть приняло решение полностью перекрыть границы. Начиная с 1636 года, без личного разрешения Сёгуна покинуть пределы государства можно было лишь под страхом смертной казни. К тому же категорически запрещалось строительство крупных кораблей, которые могли бы плавать на большие расстояния. Так продолжалось длительный период времени. В 1825 году вышел указ, требующий открывать огонь на поражение по всем западным кораблям, которые подошли к берегам Японии. Поэтому становится совершенно понятно, что узнать о пропавшей принцессе в русском посольстве японскому исследователю было не суждено. А каково мнение на этот счет тех ученых и исследователей, которые живут уже в современности? Наверняка вы хотели бы спросить. И знаете, большинству из них показалось, что по внешним признакам Уцуро Боне невероятно похож на летающую тарелку. Конечно же, вообразить себе НЛО из розового дерева с обшивкой из бронзовых пластин достаточно непросто. Однако, какие другие материалы вообще могли быть известны малограмотным японским рыбакам начала 19-го столетия? Ведь задумайтесь, когда жители примитивных племен, которые проживали на островах Тихого океана, в первый раз увидели пластмассовое изделие, то тоже считали, что они были сделаны из какой-то коры неизвестного им дерева. Именно поэтому не сильно верьте в рассказы о бронзе и дереве на судне. Что же касается формы Уцуро Боне, размеров и круглых иллюминаторов вместо привычных окон, то все это можно сравнить с современным представлением о летающих тарелках. Кто знает, тогда и загадочная девушка могла оказаться инопланетной гостьей, а не русской принцессой. Современное исследование. Данная история очень заинтересовала профессора электроники из университета Кифу в Токио по имени Кудзуо Танако, который в 1997 году принялся за детальное исследование этой истории. И вот как звучали его мысли. В то время как на территории Японии практиковалась полная самоизоляция, все появления чужеземцев должны были фиксироваться в официальных документах. И как известно, эта сфера в Японии была налажена до автоматизма. Поэтому Кудзуо Танако был уверен, что сведения о таинственной лодке хоть где-нибудь, но были бы прописаны. А все потому, что старости нужно было срочно сообщить об этом случае местному землевладельцу. В то самое время таким человеком в провинции Хитачи был Агасавара на Гошиге. И в архивах его клана в любом случае осталась бы хоть какая-то запись. Но знаете, их не было. И даже больше. Профессору Танаке не удалось найти даже сведений о деревне Хараядоре и вообще местности Харасяхама. Тогда он пришел к выводу, что данная история всего лишь выдумка. Не более того. Хотя и хорошо продуманно. Правда, среди современных исследователей были и те, которые не были настолько категоричны в своих выводах. Их всех не покидало ощущение, что здесь все же что-то не так. Ведь подумайте сами. Три разных писателя, незнакомых друг с другом, в трех разных произведениях решили описать ну уж очень схожие истории и рисунки. А если это все выдумка и мистификация, как посчитал профессор Танаке, тогда все эти люди должны были черпать информацию из какого-то доступного письменного первоисточника. А его-то как раз нигде и не было. Если же вспомнить сейчас об исчезновении деревни Хараядоре из карты Японии, то этому тоже есть вполне логичное объяснение. За все то время, пока существует страна, случилось множество мощных цунами и землетрясений. Поэтому будет совершенно неудивительно, если эта прибрежная рыбацкая деревня была просто стерта с лица земли из-за природных катаклизмов. Мы еще не разобрали вопрос отсутствия донесений и записей в официальных документах. Может быть, староста деревни был слишком напуган, ведь за малейшее непослушание и невыполнение правил в то время в Японии можно было даже лишиться головы. Тогда вполне объяснимо, почему он попросту скрыл свое неправильное административное решение. В конце лишь хочется добавить, все-таки большинство ученых едино во мнении, что дыма без огня не бывает, поэтому многие считают, что там все же что-то было. Посмею предположить, что большинство из вас не верит в реинкарнацию человеческой души. Так сложилось, что люди привыкли доверять ученым, и любое событие, выходящее за рамки научного понимания, является для нас чем-то выдуманным и неправдоподобным. Однако, если задуматься об устройстве мира чуть глубже, то становится понятно, что Вселенная намного сложнее, чем мы себе ее представляем. И тема реинкарнации на самом деле куда важнее. И сегодня мы поговорим об очень удивительном случае, связанном с реинкарнацией. Вопросы мироздания. Как было сказано ранее, устройство нашей огромной Вселенной может быть вовсе не таким, как мы привыкли думать. Более того, все научное сообщество, не говоря уже про обычных людей, может не знать простых и сложных вещей, связанных с ее мирозданием. Можно предположить, что именно из-за этого все необычные вещи и события, происходящие в нашем мире, мы чаще всего попросту называем каким-нибудь чудом или же придуманной кем-то легендой. Впрочем, независимо от нашей веры, на Земле все же нередко происходят различные истории, которые вполне можно назвать необъяснимыми, загадочными и даже мистическими. Пожалуй, именно такими словами лучше всего можно охарактеризовать события, которые произошли в семье Джона и Флоренс Поллок. История семьи Поллок. Супружеская пара Поллок были самыми обычными людьми. Они познакомились в юности, поженились, а потом у них родились две дочери. Семья проживала в небольшом английском городке Хексхен, где открыла свой маленький бизнес. Однако нас интересуют события, когда их девочки уже немного повзрослели, поэтому перенесемся в то время. Представьте, Жаклин было шесть лет, а Джоан только исполнилось одиннадцать. Несмотря на то, что между девочками была значительная разница в возрасте, как для детей, все же они невероятно здорово ладили друг с другом. Девочки практически никогда не расставались, играли вместе, занимались и почти всегда ходили вместе. Что примечательно, каждая из них имела свои собственные отличительные черты во внешности. Вот, например, на лбу маленькой Жаклин был шрам, который остался после неудачного падения в трехлетнем возрасте. А вот старшая девочка Джоан имела на животе крупную родинку, причем довольно необычной формы. Трагические обстоятельства. Стоит отметить, что Джон и Флоренс Поллок были верующими людьми, и свою любовь к Богу они привили своим дочерям. В их семье была негласная традиция каждое воскресенье всем семейством посещать местную церковь. Однако 5 мая 1957 года обстоятельства сложились немного по-другому, что и привело к ужасающим последствиям. Дело в том, что в отличие от привычных посещений церкви, когда двое дочерей и их родители направлялись туда прямо из дома, в этот раз Жаклин и Джоан отправились на службу сами. Единственным их сопровождающим был школьный товарищ по имени Энтони. В это роковое для семьи утро сестринская идиллия была навсегда разрушена из-за чьей-то большой глупости. Как вы поняли, до церкви девочки дойти не успели, а все потому, что попали под колеса несущегося на полной скорости автомобиля. За рулем автомобиля находилась женщина средних лет, которая настоятельно решила свести счеты со своей жизнью. Позже в ее крови врачи обнаружат гремучую смесь лекарственных препаратов. Вообще удивительно, что именно они не убили ее раньше, чем это сделала авария. К несчастью, девочки погибли прямо на месте происшествия, а их друг скончался чуть позже в больнице от множественных переломов. В газетах позже даже писали, что со слов очевидцев дети разлетелись как крикетные мечи после такого трагического столкновения. Новая жизнь. Нужно ли говорить, что для Флоренс и Джона не было никакого утешения после случившейся трагедии? Конечно же, после таких событий горюющая мать погрузилась в глубочайшую депрессию. Религиозный отец семейства все пытался найти утешение в вере. Для семьи Полок наступили поистине сложные времена. Спустя какое-то время Джон решил убрать все вещи и игрушки своих погибших дочерей на чердак для того, чтобы менее остро реагировать на сложившуюся ситуацию. И все же по каким-то необъяснимым причинам мужчина искренне верил в то, что девочки обязательно вернутся к ним обратно. Вот только в облике близнецов Флоренс считала, что ее супруг начал сходить с ума. И на этой почве у них часто начали происходить ссоры. Более того, пара даже подумывала о том, чтобы развестись. Однако, несмотря на все скандалы после трагедии, Флоренс снова забеременела. В это время супруги переехали из Хэнксхэма в прибрежный город Уитли-бэй. И уже 4 октября 1958 года женщина родила двух девочек близнецов. Это было странно и удивительно одновременно. А все потому, что ни в семье ее мужа, ни в ее собственной никогда не было случаев рождения близнецов. Джон искренне верил в чудо и еще больше убедился в правильности своей веры. Что вообще поразило семью, так это то, что у новорожденной Дженнифер было точно такое же родимое пятно, как у погибшей дочери. А у Джулиан на лбу имелся схожий шрам со второй малышкой. Объяснить такие особенности было просто невозможно. Все больше странностей. Можно смело сказать, что история семьи Полок с тех пор обрела какой-то мистический оборот. Дело в том, что после рождения малышек Дженнифер и Джиллиан стало происходить слишком много странностей. И особенно это начало проявляться тогда, когда девочки стали подрастать. Например, едва сестры научились говорить, как начали требовать от родителей игрушки, которых у них никогда не было. И это стало настоящим удивлением для супружеской пары, поскольку после трагической гибели их детей они никогда не вытаскивали их вещи с чердака. Тем не менее, Флоренс и Джон решили выполнить просьбу близняшек, и вера отца в реинкарнацию покойных дочерей только укрепилась. Дело в том, что малышки четко называли имена кукол покойных девочек, хотя не знали ранее не только о существовании таких игрушек, которые Джон и Флоренс хранили тщательно спрятанными, но и даже о том, что у них вообще были сестры. Однажды, когда родители принесли детям очередные старые игрушки, Дженнифер и Джиллиан очень быстро и точно поделили их между собой, словно знали, что кому принадлежит. Помимо этого, родители вскоре столкнулись с еще одной странностью. Их дочери, как оказалось, имели те же привычки и манеры игр, что и покойные девочки. К примеру, шестилетний Жаклин тяжело было научиться писать и правильно держать карандаш в руке. Малышка упорно ставила его четко вертикально, что мешало ей с обретением этого навыка. Так вот, что вы думаете? Дженнифер столкнулась абсолютно с такой же проблемой. И если вы думаете, что на этом все странности закончились, то нет. В течение следующих нескольких лет все стало еще более запутанно. Они стали говорить о таких вещах, которые в принципе могли быть известны только лишь их родителям. Они рассказывали об их прошлой жизни в Хэкскеме. Хотя отец с матерью никогда не говорили им о прошлом месте жительства семьи. А вскоре и вовсе выяснилось, что Дженнифер и Джиллиан ужасно боятся проезжающих мимо автомобилей. И родителям приходилось всячески уговаривать девочек перейти дорогу. Причем это действительно был панический страх, который вызывал у сестер настоящую истерику. Конечно, можно сделать предположение, что Джон и Флоренс как бы сами боялись, что трагическая история может повториться и незаметно для себя напугали девочек. В этой мысли есть рациональное зерно. Если бы не одно, но однажды произошел случай, который вообще выбил землю из-под ног матери. Как-то раз Флоренс стала свидетельницей странной и одновременно ужасающей сцены, как Дженнифер кладет голову на колени Джиллиан и жалуется, что у нее из глаз течет кровь и она не останавливается. Это было действительно пугающе. Окончательное доказательство. Пожалуй, последним доказательством реинкарнации дочерей для Флоренс и Джона стала следующая ситуация. Однажды супруги решили все вместе поехать в Хэксхен и прогуляться по городу, в котором они когда-то жили. Только представьте, девочки, которые никогда ранее не были в этом городе, словно знали о нем все. Они с легкостью называли все места, где некогда бывали Джоан и Жаклин. И даже узнали свою школу. Это было просто невероятно, но, видимо, погибшие девочки действительно вернулись в семью в образе двух близняшек. Обычная история этой семьи в свое время оказалась настолько интересной, что практически все местные газеты начали ее публиковать. И, как говорится, однажды утром семейство Поллок проснулось знаменитым. Когда одну из публикаций заметил психолог Ян Стивенсон, он решил всерьез изучить все эти произошедшие события. Неистово желая понять, была ли это на самом деле реинкарнация, или же просто эта разбушевавшаяся фантазия их родителей, мужчина решил лично пообщаться с девочками. Джон и Флоренс дали свое разрешение на проведение небольшого эксперимента, и Стивенсон имел возможность в дальнейшем наблюдать за девочками. По всей видимости, сам психолог верил в реинкарнацию. Но знаете, в чем была вся загвоздка? Дело в том, что чем старше становились близняшки, тем меньше подробностей об их прошлой жизни они рассказывали. Лишь только спустя 40 лет, когда поочередной жизни ушла Флоренс и Джон, Ян Стивенсон полностью прекратил свои исследования. Однако подробности невероятной судьбы Дженнифер и Джиллиан Поллок он все же изложил в собственной книге под названием «Дети, которые помнят свои прошлые жизни», где описал 14 примеров перерождения людей. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и конечно подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры